Животных роботов от немецкого разработчика робототехники FESTA расширяется. Компании представлено множество новых роботов, к примеру, рой муравьев, которые могут взаимодействовать между собой, а также бабочки и стрекозы, для которых характерна вся легкость и грация этих насекомых. При их создании компания делала упор не только на их внешний вид, но и поведенческие особенности. Все свои действия и движения муравьи координируют друг с другом. Каждый 13-сантиметровый муравей имеет на своем брюхе радиомодуль, с помощью которого и осуществляется точная координация. 3D-стереокамера в голове муравья позволяет ему видеть, а установленный снизу инфракрасный оптический сенсор отслеживает передвижение мини-робота. Между тем, две бортовые батареи обеспечивают до 40 минут беспроводной работы муравьев, а подзаряжаются они в доке с помощью своих усиков. Что касается бабочек-роботов, вес каждой бабочки составляет всего 32 грамма. Сюда входят два сервомотора, пара маленьких аккумуляторов и сделанный с помощью лазера корпус. После одной 15-минутной зарядки бабочки смогут порхать около 4 минут, а их полет выглядит весьма впечатляюще. Это не просто бабочки, а целая система, которая состоит из 10 высокоскоростных и прокрасных камер, установленных в помещении, где летают бабочки. Они отслеживают установленные на роботах инфракрасные маркеры, передавая данные в режиме реального времени на центральный компьютер. Так происходит координация бабочек в пространстве. В помещении, где они летают, вы бы вряд ли отличили этих бионических бабочек от настоящих. Роботизированные чайка и стрекоза, которые умеют летать точно так же, как и их живые сородичи. Чайка была разработана еще в 2012 году. Позже к чайке добавилась стрекоза, которая умеет зависать в воздухе не хуже, чем ее природный аналог. Все детали стрекозы были сделаны на 3D принтере, а управлять этим чудом можно при помощи смартфона. Посредством этих разработок компания могла бы потеснить на рынке разработчиков летающих дронов, но ей это не нужно. На этих двух прототифах отрабатываются технологии полета и зависания в воздухе. Робот-кенгуру В основе робот-кенгуру используется механизм рекуперации, накопления энергии от одного прыжка, чтобы совершить следующее. Без этого механизма настоящие кенгуру быстро уставали и не могли бы долго прыгать. В проекте используются пружины, которые запасают механическую энергию при приземлении и отдают ее при следующем прыжке. Весом 7 кг и ростом 1 метр кенгуру может совершить прыжок на 80 см в длину и 40 см в высоту. Системой питания, заставляющей его двигаться, является пневмоаккумулятором. Управление этим роботом осуществляется благодаря специальной повязке, которая считывает нейроэлектрические сигналы с предплеща человека. И, конечно же, Boston Dynamics, которая занимается разработкой роботизированных организмов. В наше время это некий SkyNet из саги о Терминаторе. Их робот-кос изначально был разработан для военных целей, но он был уж слишком неуклюж и примитивен в своих действиях. Позже они создали робота-гепарда, который разогнался до 45 км в час. Это немного быстрее пиковой скорости действующего обладателя мирового рекорда. Таким образом, четвероногий робот, разрабатываемый по заказу американских военных, сегодня способен догнать и уничтожить любого человека на этой планете. А их новый робот выглядит как помесь средних размеров пса с жирамом. Он умеет ходить, бегать, красться на полусогнутых и даже может принести вам чего-нибудь выпить. Не откажет ее в просьбе прибраться, выбросив бурную мусор, а грязную посуду составим в посудомоечную машину. На полной зарядке он может работать до 90 минут, гоняя по дому, собирая мусор и, судя по видео, прикалываясь над хозяином. Робот под завязку нафарширован сенсорами, которые позволяют ему ориентироваться в пространстве и успешно выполнять поставленные перед ним задачи. А еще он отлично умеет подниматься по лестницам. Робокула. Это беспилотное подводное средство, роботизированное акуло длиной примерно в полтора метра и весом до 45 килограммов. Как настоящая рыба для движения и управления его движением, робот использует хвост. Робот движется по рыбе, поэтому его очень трудно отличить или хотя бы выделить на фоне реальной морской фауны. Он может плавать как сверху, так и погружаться на глубину. Такая акула способна незамеченной подобраться к вражескому суду. Она может шпионить, ремонтировать суда и устроить диверсию. Робот-повар. Это не животное, как вы могли подумать, но разработка настолько классная, что может стать одним из ваших любимых изобретений в будущем. Робот, который умеет готовить различную еду не хуже человека. Это чудо выглядит как две руки, прикрепленные над варочной поверхностью, которые могут использовать любые кухонные приборы в точности, копируя действия человека. На презентации робот-повар приготовил для участников суп, затратив всего 30 минут. Также примечательно то, что система управляется с помощью смартфона и черпает рецепты блюд из интернета. Сообщается, что этот робот способен копировать движения рук повара, снятые на видеокамеру. В версии для продажи появится холодильник и кладовка, где будут храниться продукты для готовки. А еще роботизированный повар будет складывать грязную посуду в посудомоечную машину. Чтобы не пугать людей робокопом, который машет ножами в разные стороны с большой скоростью, разработчики сделали робота-повара медленнее, чем среднестатистический человек. Робот-паук. Сразу же стоит сказать, что модель паука была напечатана с помощью 3D-принтера. Двигатель объединен с сервомоторами LAP. По три в каждой. Полученная система обеспечивает простое управление гибкими пластичными движениями с удобной их координацией с пульта управления. Он был показан в одной из серий разрушителей леген. Подводный робот-змея. Механическая змея предназначена для выполнения обслуживания и ремонта различных механизмов на морском дне, в основном на нефтяных платформах. Она способна заменить дорогостоящие автономные подводные аппараты, легко проскальзывая туда, куда громоздкие роботы не могут добраться. Еще один подводный обитатель – рыба. Экологический контроллер. Как контролировать уровень загрязненности воды? Можно отбирать пробы, относить образцы в лабораторию и анализировать. А можно использовать специально разработанного робота в виде рыбы, который будет сам плавать в воде и проверять ее чистоту. В порту испанского города Хихон проводились испытания роботов-рыб. На данном этапе проверялось, насколько эффективно они способны определять степень загрязнения воды и помогать распознать основные источники загрязнения. Роботизированный щенок по кличке Чип. Примечательные колесами оригинальной формы, на внешней стороне лап, которые движут игрушку по сложным поверхностям. Будь то гладкая, скользкая, блитка или ковер. Электронный ум и сообразительность Идербса базируются на обилии датчиков его конструкции. Акселерометр, гироскопы, инфракрасные и сенсорные датчики, анализаторы освещения и других параметров окружающей среды. Они позволяют щенку-роботу видеть, чувствовать, реагировать на прикосновения владельца и отданные им команды жесты. К сожалению, игрушка не была оснащена технологией распознавания голоса, но в качестве пульта управления в комплекте предусмотрен специальный браслет. Именно он позволяет игр собаки распознавать хозяев на расстоянии и воспринимать передаваемые через браслет команды, число которых входит ко мне, танцевать, сидеть и лежать. Разработчики даже предусмотрели режим FAS, при активации которого робопес начинает лаять на человека, забавно имитируя нападение и агрессию. Игрушка получилась весьма забавная, но вряд ли когда-то робопес сможет заменить живую собаку, чем несомненно согласятся зрители этого ролика. Чипа лучше использовать как игрушку для вашей настоящей собачки. Эти инновации...